Продолжение следует... Продолжение следует... Ой, должны команды к нему подойти... Сталкать, не упуская Разора... Давай стики туда... Хорошо, еще один стак... Вот-вот-вот уже подтягивается... Подтягивается... Третий стак нужно дать и убивать... Третий стак и убивать... Сейчас он закончится... Третий стак дает, успевает дать... Да, и большие проблемы сейчас у Муна... Телекинезиса подцепили... Клэпнули... И пятером разорвали Муна... Ватафака делает первый сплат... Ну... Там... В принципе, такого не ожидал Разор... Он видел там одного бутрайдера... С ним разменивался... ТХП там и друга кайтили... Но вот то, что четыре персонажа в спину зайдет, конечно... Муна предвидеть не мог... В итоге погиб... Ну что ж... Довольно-таки быстрый боттл получится... У Ватафаки... Он уже его покупается... Скурье... ФБ... То, что нужно, конечно же, для соло-мид-героя... Это самое ФБ Ватафака и получает... Ну, начинаем смотреть... Счет 1-0 тогда... Иксгейм... Повели... Правда, конечно, есть и свои минусы... Вот в этом ферстблак... То, что... Довольно-таки долго придется перемещаться... С места преступления до своих линий... Сейчас с антимагу... Например, пропустит он целую пачку крипов... Которую спокойно фармит артстайл... Ну, наверное, оно того все-таки стоило... Влад... Заходит в спину... С разором... Сталкета... Вгрызается с пятиклинком... Сталкет на развороте вместе с Ривзом... Суппорт внезапно... 2-1-2, опять же, получается... Расстановка линии у команды Иксгейм... Интересное нововведение у нас в этой команды... Ну... Что... Обычно... Ну, бэтрайдер берется на сложность... Стоит там, соло терпит... Получает экспиренс... Так, вармит свитакер... Конечно, у него аж целый суппорт есть на помощь... Это круто... Сталкет здесь может еще и крипов каких-то поубивать... Нам... Помимо того, что экспиренс ворует... Ну, надо стерегаться... В любом случае, это все-таки даблайд и не трипла... Поэтому выходящая Энигма может попортить планы... Патрайдера и Рубика... Надо быть с ним поаккуратнее... Ну, мы видим, что... Проставили достаточно сильные... Варды, ребята, из Иксгейм... Пока они осуществляли свой забег по чужому лесу... Заблочили вот этот вот спаун... Здесь спаун тоже был заблочен... И еще один спаун был заблочен... Мисты, где может фармить Энигмы... Это как раз-таки только вот эту вот... Значку и вот эту вот тоже... И все... Ну, Энигмы у нас постоянно портят жизнь... Кто-то появляется у нас в Тоте... Команда... Против которой... Которая играет против этой Энигмы... Старается сразу же забежать чужие леса... Завардить все, что можно... Так что, думаю, Хэппи знает, как с этим бороться... Ну, собирает руны... Кольцо себе купил... Сидж-маска у него была... То есть, нужно напотеть всего лишь на... Рецепт Солринга... Ну, а дальше игра пойдет... И плюс к всему, Сентришники тоже ведь недолго стоят... Буквально через полторы минуты... Они уже прекратят свое существование... И может быть комфортно фармить... Так, ну что, Арт Стайл постоял на сложной линии... Понял, что теперь против него Дабла стоит... С ковров маг неприятный... Я решил пока... Поискать счастье в другом месте... Вот так вот он взял руну Инвиза... И отправляется за спину Ботафаки... Ну, целью, наверное, Арт Стайл все-таки является не убийство, да... А именно перехват Курьера... Но он немножко не поспел... Потому что Курьера с Ботлом... Отправился на базу... Вот сейчас он восполнил себе этот Боттл... И Арт Стайл уже столько ждать не может... Хотя стоит на хэк-раунде... И по-прежнему ждет появление Боттла... Появление Курьера... Терпения, опять же, не хватило... И Арт Стайл убегает... И пробегает прямо по вардам противника... Его прекрасно видно... Как ватафака... Тем временем не стесняются делать себе еще и стаки... Какие-то пока линия отпушена... Возвращается на мид... Сапог Боттл 8 на 2 Крипстату... Ему на те временем 13 на 7, кстати... Но это Дос Профит... Дос Профит... Мало кому линию может вообще проиграть... У нее с Крипстатом всегда все хорошо... А дальше из-за того, как будет иммун своего героя реализовывать... Будет ли стараться очень быстро сносить ТВРа... Участвовать в каких-то начальных замесах... Ганготь... Или же все-таки продолжит свой фарм... Пока не собирает себе какие-то хорошие артефакты... Выглядит... Возвращается Арт Стайл на сложную линию... Сразу же встречают его... Секвал вместе с Мантисом... Нарезают с руки... Пробивают... Мы на проект видим есть у Мантиса... Поэтому Арт Стайл еще и... Маны лишили помимо здоровья... Неприятно в войне... Ну и Арт Стайл вынужден теперь юзать там лусики... Ну что у Мантиса? У Мантиса крипстат... Такой... 21-13 топовый крипстат на карте... Никто ему на линии не мешает... Мы видим... Форман Шилл себе приобрел... Есть ринков протекшн... Сапог... Левел третий... И продолжает... Продолжает бить крипов... Хорошую руну здесь находит... Квал... Дабл дэмэдж... Может быть не совсем нужная руна для Скавров мага... Но тем не менее... Главное противнику ее не дать... Прежде всего... Может даже ее задонать... Если она тебе не нужна... Но желательно конечно взять... И можно Арт Стайла немножко... Так вот... Подбить... Чуть-чуть... Поставить его проезжать... Какие-то там... Хилинг Селвы... Еще там гуськи... Арт Стайл отбежал... Пошел Скайп... Подходит к миддл линии... А ты всего уже готовы встречать... А с другой стороны Арт Стайл... И вот так вот бутербротиком будут... Иквалы зажимать... Арт Стайл стопит... Получает Саленс... Иквалы не пускает... Хороший стопинг... А то Арт Стайл... Теперь он дает Стан... Игнает... Крипс Ворм... И это фраг... Отлично все сделали... Здесь Нипы... Скайу действительно... Не было возможности... Куда-либо уйти... То есть он метался... С стороны в сторону... И таки... Это вот... Все жизнь не испортил... Потому что Тауд Вижен... Не успели Нипы... Ориентироваться... Что делать против этого Скай... Вот... Поэтому надо было лучше руну с Дунайд... И просто-напросто уйти на свой хайграунд... Когда еще Арт Стайл туда не подошел... Но то такое... Заранее знать Скайр от Маг... О том что его будут зажимать... Не мог... И в итоге 1-1... Нас сравнивают что-то... И все начинается с самого-самого начала... Так... Батрайдер у нас покинул свою сложную линию... Куда он у нас переметнулся... Переметнулся он на легкую линию... Так... Видит здесь Флада... Видит Арт Стайла... Фаерплай подрубает... Получает Стан... Ну и на этом... Судя по всему подходит к концу... Или нет... Мантис идет бить Влада... Первый стак на Фалма... Второй зашел... Владу больно... Но... Не настолько больно... Чтобы отправиться в таверну... Сталкай здесь полетал-полетал... Немножко подворовал крипов... Нарушил баланс на линии у Мантиса... Да... То есть линия теперь будет пушиться... Но отправляется теперь в леса... Фармить... Оставив Рубика сложный в соло... Ну вообще Рубику здесь... Тяжело должно быть по идее... Аккуратно по Цент Тауэрам стоит... Экспиренс получает... Крипов может быть не очень... Получает... Но тем не менее... А вот сейчас и Мун спину зайдет... И попытаются... Рубика забрать... Саленсы здесь нет... Здесь это Крипсформ третьего уровня... Рубик мы знаем... Большим запасом здоровья не отличается... Поэтому... Если я все буду убивать... Платмофилд... Крипсформ... Тычки с руки... Рив сдает Телекинезис... Тычку от Муна получает... Еще одну нужно получить... Мун идет до конца... Под Эдмотавр... Добивает... Стороняет очень сильно от Эдмотавра... Но не настолько... Что выбрать Саняр в очередной раз... Ребята из НИП делают факт... И сами остаются живых... 2-1... Ну стоило этого ожидать... Который катался один на сложный... Понятное дело... Что долго терпеть такое НИПы не стали... Сразу же наказали... Матфитку пытается Иксгейм тоже придумать... Примастер перетягивался на топ-линию... Но видимо не поспел вовремя... Имеется у него Праймал Сплит... Сапог Боттл... 1700 монет... 29 на 12 у него... Крипстат... Пользовался конечно же... Тем моментом... Когда уходил до сплата с линией... Спокойно мог Крипов отхитить... Сейчас ДП возвращается... И уже не так приятно... Ну в любом случае... В афаке Даггерсим скоро появится... Там уже... Все будет зависеть от того... Насколько хорошо он... Даггер будет реализовывать... Так... На сложный у нас пока стоит... Влад против Мантиса... Мантис купился уже под Т-44-22... Без Медаса играет Мантис... Такой боевой антимаг будет... В артстайл тоже здесь... В артстайл 1-0-0... Крипов он особо... На этой линии не видел... На сложный... Ну экспиренс получает... Уже четвертый... Почти пятый уровень... Еще потерпит... Потерпит... Где же Даггер нарисуется... Ну 3-1... Показывает у нас здесь... Табличка... На самом деле 2-1... Конечно бы Тайдер... Засуицидился в лесах... Зачем? Зачем он связывался? Вообще я думал... Какой-то фаст ТП домой... Но на самом деле... Он... Копит деньги на Даггер... Мы видим... Вот так он... Просто видимо не рассчитал... Свой запас здоровья... Отъехал от нейтральных крипов... Бывает такое тоже... Немножко посидит в таверне... Подумается... Потом будет денег... Он задает... Мантис... Артстайл... Монобоид... Артстайл... Снадцать хп... Осталось... Пережил... А здесь уже атака пошла от Влада... Застопился немножко в крипов Мантис... Может быть ошибка и Мун здесь... Только он на хосте... Мантис... Отхиливается еще... Блин... Кьюзай... Тепат... Мантис... Все шикарно... Сделал и уходит... Да... Ну... Конечно все шикарно... Идеально он бы сделал... Если бы еще и фраг забрал... На артстайле... Но фраг сделать не получилось... Главное что сам в живых остался... Это самое важное... Что... Блин... Спамился у нас Сталкет... Довол 8... 1600 монет... Залетает... Брюмастер... Хорошо клэпы... На хэппе... Пинайд поиск хэппе... Поставил мощный пакет... Подняли... Здесь видим... Разоравню... Полетал... Полетал... Получает замедление... Глупей... Кирпич... И погибай... Хороший был скатин с гейм... Вот она реализация... За счет быстро полученного... Прайма сплита от Брюмастера... И конечно же быстро полученного... Таггера от Брюмастера... Сразу же залетел... Враг сделал... Ассист получил... Ватафака пока ведет... Свою команду к победе... На 0-1 у него кода... Возвращается на свою медлинию... Теперь уже после удачного захода... Доволен... Думаю собой... Ну и в целом... Сталкет... Кстати... Тоже принимал участие... В успешном ганге... Поэтому... Денег ему прибавилось... Включил на ассисты... И вот уже на таггер... Тоже хватает... Два таггера у команды... Эксгейм уже имеется... Все время как у... Вардстайлов... Даже намеков... Таггер нет... Так, на Манте... Стерейм атакует... Через Блэкхолл пытаются забрать... А хватит ли демэджа? Хватит ли демэджа? Манте с Дабл Эджа от Артстайла... Напоследок залетает... И демэджа хватило... Вот реализованный первый Блэкхолл от Энигмы... Сразу же вызываются эталончики... Попытаются подпушить нижний Т1 Тавер... Потягивают стайу иммун... Есть у него экзорцизм... Но на этот Тавер, возможно, от смысла тратить экзорцизм нет... Да, вот пойти дальше и сломать этот балл... Уже можно с артизмом... Так, Роббек ведет, что Клазмофилд... Сфоровал... Радианс Блэкхолл от Аттайла... Положает держаться он на... Сложной линии... Причем оставляя без поддержки своего Мантиза... Но из-за чего у нас... Тавер, по этому же Мантиз страдает... Так, на Террина Разора пытались напасть... Был Стампид... Мун пытался уйти... Прыгивает, сталкивать не очень удобно... Приходит сюда Влад... Опять же, Миднайт понабоит... Но Муна не добивает... На нем 4 стака... От бешеного замедления Мун... Сики завязал... Плазмофилд... Дал Мун... Будет же, или не будет... Последний пичок, как Батрайбер приговаривает Разора... Влад сможет ли отомстить... Магис пошел... Немножко Огромага подгрыз... Лишил его маны... Поэтому... Огромаг за Батрайбера не добьет... Ну, так и один фраг для ребят из Экскейта... Но тем временем... Падает два Тавра снизу... Ипы хорошо размениваются... Размениваются у Разора... Это так... Так, что ДП... Примастер входит... Клэпает... Праймал Сплит у него нет... Нужно быть аккуратнее... Знает, что у Энигмы нету Блэкхолла... Сайленс пошел... Прогнали... Прогнали X-Game оппонента с Т2 Тавра... Защитили его... Все круто... Ватафака идет дальше... Ватафака знает, что через 6 секунд у него будет Праймал Сплит... Он готов драться... Он врывается... Клэпает Арт Стайл... А просто руки забирает... Ему это тоже... Ударяет... Еще пару тычек... Праймал Сплит юзает... Сразу же кирпич... Так... Диспел можно... Без диспела... Просто будет кирпич... Хватит ли демо... Чтобы ему не забрать... Еще и Сталкет помогать будет... Рядом Раззор... Но он не помогает никак... Видим Дэск Профит жить... Он на развороте... Возможно поможет... Сделать фраг... Нет... Да еще и Ватафака... Пошел ему напить... Ватафака... В конце Супер Агрессор... Ну... На Раззора демо же не хватило... Убегает Ривз... Приходит сюда... Телекинейз... Плазмафил... Чужой дал... Приходит Сталкет... И с Флеймбрека забирает фраг... Отличная игра в Тексгейм... Артстайл... Отместку пошел... Энигма здесь... Был Стампит... Ривз раскастовался Артстайл... Пытается ути... 50 демо хп осталось у Ривза... Миднайт Пульс... Ривз бежать... Тычку еще... Но ловит Ривз... И погибает от нейтральных крипов... Но это же от нейтральных крипов... Это же не от НИП... Артстайл здесь... Застопил его нейтральный крип... Один Артстайл... Получил практически весь демэдж с мистикплеера... И погибает тоже... Неудача за неудачу команды НИП... Беда... Ну казалось бы счет может быть не такой разгромный... 8-5... Но здесь два фрага сделали нейтральные крипы... Поэтому по факту счет 8-3... А 8-3 уже счет разгромный... Ну казалось бы... Наверное на месте какие-то фраги происходят... Да... За счет опять же индивидуальных каких-то... Способностей... И индивидуальных проявлений... Скажем... Сейчас на себя от фотофаки... Который пошел и в соло делал... Фраги... Красавчик фрага 4-0-3... Вот из 8 фрагов кратки 7 сделал он... Так... Залетает Аразора... Тем временем сталкает и есть Лассо... Подтягивает поддава... Ривдает Влад Матил... Есть Селикенезис... Есть еще и Фейтболт контрольный... И он его и юзает... Приговаривает Аразора... Ну вот на всех частях карты... Ксгейм прям завладели НИПами... Бьет, 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 бьет... Не останавливается... Больно? Очень больно... Ну что 13 минуты игры позади... Есть смысл подвести какие-то промежуточные итоги... Посмотреть насколько же сильные X-Game оторвались... Оторвались они уже на 3 тысячи по деньгам... По экспириенсу видим на 4 с половиной тысячи... Довольно-таки хорошее начало для них получается... Вот оно... Вот он, индивидуальный Нитворс... Здесь мы видим тоже... Топ-3 Корги Роэкс Гейм... Батрайдер, Примастер и Антимаг... Кстати, что там у нас у Мантиса... Как у него дела обстоят... Антимаг у нас сформил на Тобе... Пока вот эти все киллы происходили... На Манде он особо не помогал... Нафармил на кольцо на ПТ... И пошел теперь на нижнюю линию... Так, этим временем НИПы зашли... Под смоками... Попробует забрать Варшана... Стоит в арту X-гейм... Вот, он, в принципе, хороший вард... Но, опять же, смок... Смок... Поэтому не видели X-гейм... Чем занимаются сейчас НИПы... Тяжело, даже, остается Роэкс Гейм... Конечно, постоянно еще и Клэпы... Неприятно... Но, я думаю, осилят... Смотри, смотри, не заберут... Роэкс Гейм... И Айгис, остается иммуно... Арт Стайл... Ну, в четырех стах монетах... От покупки полноценного... И необходимого, так... Этому Кентавру Даггер... Левел седьмой уже имеет... Дабл-4-ку вкачал... Надбл-4-ку стан... Ну, такой-то... Плошно... Стандартный... Скилл билд... И сейчас на Арт Стайл будет атаком... Важно, на самом деле, забрать его... До появления у него Даггер... Отрубается... Неплохо... Заклэпл Арт Стайл... Арт Стайл дает стан... Получает кирпич... Ну, и ватафака... Снова... Делает фраг... Красавчик... Уже мега-килл... И мид... Ой, такой опасный ТП... Делал Сталкет... Но через шип сразу провязал Даггер Аут... Развел, скажем так... Иммуно на один Крипс Форм... Ну, с другой стороны, он показал... Что вот, мол, я здесь... Рипс тоже здесь... Что Тавр просто так без боя мы не отдадим... И Непам нужно будет серьезно постараться... Чтобы Тавр на мид забрать... Ну, пока только по этому показателю... У них действительно все хорошо... То есть, они... Снесли Тавр... Сами Тавр еще не теряли... Ватафака эту проблему пытается устранить... А то, что Тавр пьет... Вот Раймер тебя не захватил... Гормак через лассу... Они очень быстро забрали... Приму того, что уже... Даггеры есть уже и... Форстаф... Слышь, что делает ватафак... Одна Клетс... Подходит прямо плотною к противнику... Еще Даггер Аут, юзает... Ривс... Ривс тоже плотною подходит... Что они делают, в общем? Иксгейм сегодня прям вот в настроении... Чувствуется сразу... Игра действительно уйдет... Они этим пользуются... Все у них супер... Мантис уже... Практически выформил от себя... Маталфьюрина... 1200 монет всего лишь осталось... Ну, с учетом того, что пока... Нипам не до антимага... Антимаг этим пользуется, конечно же... Вот Ватафака снова готов в кого-то... Вгрызаться... Вот сейчас он может подставиться, кстати... Ой-ой-ой-ой... Убегает Артсайл ему... Подрезал дорогу... Готов был давать уже Стан... Ватафака... Правильно сделал, что ушел... Именно в ту сторону, где приходил... Так, ну у нас Нипы вообще пятером решили стынуться в Мидлейн... Вот так вот они очень сильно хотят забрать Дайден Тауэр... Салкет оставляет... Дэксуэмбэк... Раскидывает противника... Глиффортификейшн... Так, потянули здесь Иммуна... Через Телекинезия... Стан от Ривса... Хорошо, а я не сбили... Нипы подтягиваются сюда... Хотят отомстить... Хотят просто подраться... Миднайт Пульс... Часкип никуда ставится... Сгейм пока в сторону... Разбежать... Сошел Ватафака... Праймл Смит пока не заезжал... Он сейчас навыязает... А где был Холлот и Никва... А и Маны не хватало... Ой-ой-ой-ой... У Хэппи был Солл Ринг... Но из-за того, он не хотел... Потому что Маны... Точнее, ХП было очень-очень мало... Просто покинуть... Муна у тебя не забирают... Через Митик Флэр... По коню бросается дальше Ватафака... Кидает кирпич в Муна... Ривс рядышком есть Телекинезис... Он его юзает... Приходит Сталкет... Без глазу... Он просто пытается... Какой-то дэмэдж... Донести... Два франка сделала Ликс Гейм... И в итоге благополучно... Ретируется... Даже не ретируется... А идут дальше... И забрал... Без профиля Тауэр... Не смогла забрать... Но... Какой ценой Тауэр сталк в команде НИП? Два потерянных персонажа... Причем два кор-героя... Что довольно-таки неприятно... Видим, что они... Лишили себя... Практически 600 голды... Сами тысячу монет в Икс Гейм заработали... Тысяча экспириенса тоже... И антимакт... Временем еще и Тауэр забрал... Уже есть БФ... Хорошо в Икс Гейм... Это игра... Все получается... Что они хотят... Так... ДП здесь... Знает, что есть антимаг... Ждет поддержки своих тиммейтов... Вот он арфстайл с даггером... Попытается забрать антимага... И Мантис... В последнюю секунду... Прям делает блинг... Все, что нужно было сделать ДП... Это просто дать Еул... И все... На этом бы жизнь антимага закончилась... Но... Мантису и здесь повезло... В последнюю секунду уходит даже... Из-под атаки... Которую он и не подозревал... Убедить... Прочувствовать... Раз в артеврении... Ну... 1-6 у Муна... Да уж... Фокусили его очень жестоко... На сложной линии убивали... Эти вот перемещения от Бреммастера... Созносит... Вообще Влад ходит... Фаербластер припов раздает... Радиент структуры... Вот еще один Тауэр... Пытается не позабрать... Ну... У них пик под это заточен... Да... То есть... Много персонажей... Которые способны Тауэра добить... Там... И Дэс Профит... И Энигма с Эталонами... И так далее... Пытаются они как раз таки... Места собираться и пушить... Но... Уже очень много упустили они... В плане соло линий... Да... В плане вот... Время... Стояния на этих самых линиях... Да... Ребята из X-Game свои линии переиграли... Вот... И из-за этого, конечно же... X-Game пользуется... Видим, что Ватафаку... Уже практически Аканим себе выформил... Очень быстрые артефакты... Даггер, Мидас... Аканим через 400 монет... Все это на 19-й минуте... Есть еще и потол сапог... Крутые шмотки... Естественно топ-1 по Нетфорсу... Тимак покупает себе потихонечку... Видим, Владмер... Ну то есть... Все действительно здорово... И Мун... Ой, рискует подставить... А куда ж ты Мун пошел? Это на самом деле называется загул... Просто загул... Стампит... Пытаются спасти... Но... Лассо... Лассо далеко не убежишь... Поддержки своих тиммейтов... Безвижен... Он идет... Куда-то под этот тавр противнику... Это, конечно... Очень хорошее решение... Толкать вероятнее в атаку... Пошла под смаком от НИПы... Разорвались прокастно... Хороший Канг... А остальные... Игроки команды... Сгей пытались ретироваться... ТП-шкурицу сбили... С помощью Еулы... И здесь тоже погибнет... Дал фейтболт перед смертью... Максимум, что он мог сделать... В итоге... За одного Разор и НИП забрали... Двух персонажей... Но это не отменяет того факта, что и Мунфи так... Ни в коем случае... Семь раз погиб... НИП покупается даггер... Так, Матис, вернее, подпушивают еще и мид линию... Ну вот... Забивают... Действительно, сейчас НИПы забивают Нанси Манга... И потом... Советское слово Матис в этой игре скажет... Купят себе буквально еще один по артефакту... И начнут входить в замес... Пушат дальше НИПы... По-прежнему в месте... Ну, слушай, Команды 5, это, конечно... Штука хорошая... Простайл, пришел, пытался тут... Кого-то на ТП освободили... Солкает опять же через Shift... Прожимает даггер аут... Ставр забрали, ребята, из НИПы... Пытаются... Спекать... Солкает по коню... Бросается... И Нигму немножко он не достал... Нигма даггер аут... В принципе, здесь полный Ставр не посмогли уйти... Так вот... Вроде как здорово, что с Петтером так уйдут НИПы... Пушат и так далее... Но есть и обратная сторона... Металит, обратная сторона этого пуша... Они выпускают этих вот спидпушщих... Кор-героев противника... Они теряют очень сильно в экспириенс... Да, по лвлам... Потому что весь опыт, который они забирают... Этих крипов, он делится на 5... Что же очень... Слабо... Вот... Казалось бы, по голодей... Таковой разница небольшая... Всего лишь 5000... На 21 минуте это немного... Но... По Таварам-то какая разница... По Тавару плюс у команды нет... То есть, если два Тавара сейчас причислить к X-Game... То они впереди уже будут... На 1008... Что уже много... Мы по экспириенсу видим уже как раз-таки... Те самые 8000 ведут X-Game... Влад пошел дефить свой Т1 Тавар... И он подловил бутрайдер... Он всего ждал... Глассо... Клэпает фотофака... Сален... Далее есть Данбит... Ой-ой-ой-ой... И Меканзум очень вовремя... Влада спасают... Но не спасают Муна... Который сюда пришел... Зачем? Непонятно... И отправляться... Наверное, отставив проигелл... Пытается помочь... Своему тиммейту... Поздно вошел... Крестать никого не смог... Прямо мастер тут уже... Начинает юзать со своей опилки... Которых у него стало больше... Так... Качается Праймал Стрейд... И вот Юлит... Арстайл врывается... Миднайт Бойз... Водопаке очень больно... Флэмбрэк... Стант Арстайла... Дабл Эдш... Завали Бримайтер... Так... А вот это уже закул... Харазмен хоть и один в один... Но он не на руку... Ребятам из Эскеем... Прокачество Бримайтера не отдают... Еще и Квал подставляется... Уйти не смог... И Квал те же твоя ТП-шка... Квау... Тавар нужно здесь Нипом донайть... Иначе Мантис его заберет... Донайли... Все окей... Мантис готов прыгать что ли... Не готов... Купил себе Яшу Мантис... 1300 манет у него есть... Ну и идет потихонечку... К своей Мантастайв... Нетворс у него конечно увеличивается... Прямо на глазах... Причем... Немного быстрее чем увеличивается Нетворс... Игроков у Нип... Тоже самое Дес Профит... Уже отставание от Тимага в 3000... А Дес Профит это топовый Нетворс... Команды Нип... Так где-то там Гем лежит... Где лежит Гем... Батрайдер лежит в санитаре Гем... Так ну ватафака... Несмотря на свою смерть... Первая смерть у него была... Он Стрик отдал... Покупает себе Огрклап... Ну теперь будет делать БКБшку... Ну и полезен теперь... И Бримастер будет очень полезен... В своем ультимейте... А после покупки БКБ... Будет еще и полезен... После своего этапа... Или то... То что будет бить с руки... У него криты на 4 качаны... Есть Клэп постоянный... Что Бримастер конечно сейчас... Драки выигрывает... Не крути... Ниппы юзует Смок... Попытка кого-то будет поймать... Разор покупает Согрклап... Ну как такового у Ниппа лейта... Получается нет... Да... То есть казалось бы... Это должен быть какой-то жесткий Разор... Но из Разора тоже весьма... Посредственный лейт скорее... Это больше танк... Поэтому и не хотят не по игру затягивать... Не хотят выиграть ее сейчас... Но выиграть не получается... Хороший БМП... Откидывает и Муна... Пошел Бримастер... Клэп... Праймод Стрит за ее залп... Вот портал... Теперь у нас кастовался у Куала... У Куала... Пережил от Расказ... Китавок помирает... Много-много шумики... Наводитесь Бримастер... По своим Праймод Стритом... Крутит абсолютно всех... Класса обудовили Муна... Это его девятая смерчь... Мы его поздравляем... Блэкхолл дает у нас иник... А куда... Кого... Непонятно... Ватафака он там подержал... Немножко... Ватафака даже не почувствовал... Вот единственное... Что Влад сделал фраг... Митим уничтожить ковров мага... Но при этом он сам... Конечно же тоже за это... Похватит своим здоровьем... А Мангис нашел... Тем временем и Муна... Который так и стоял на этом хайграунде... Это минус 4... Это минус 5... Фул вайп... Ребята из X-Game... И плюс к всему еще забирает... Недебитова Рошан... Но после этой драки... Естественно уже можно писать на КВП... Потому что я думаю... Что здесь X-Game уже эту игру не откусит... Есть конечно... Маленькая вероятность того... Что камбэк будет какой-то... Да... И вы знаете что... По новой системе расчета... Дельник для команды... Которые проигрывают... В случае выигрыша в замесах... Но шанс это настолько мизерный... Что даже... Даже непонятно вообще на что опираться... За счет чего могут Нивы переиграть... Команды X-Game... Понятно... Мантис тут на развороте... Он не пихоньку выйдет... Это точно неплохо... Есть у него Aegis... Поэтому позволяет... Мантис немножко себе упаковать... Так вот... Залетает слишком далеко... Ну и Бэл Полути сразу же уходит... Восемнадцатый уровень... Кстати у нас Мантис... По Нетворцу... Отрыв от Death Profit... У него составляет уже порядка... Пяти тысяч... Даже чуть побольше... Это уже полноценный архепакт... Это уже очень-очень много... Ну помимо этого... Кроме антимага... Есть еще и Ватафаку... Который он просто... Примерно такой же... Который почти БКБ себе нафармил... Буквально... Нового хреба заберет... И уже БКБ пустит... Там еще и Бэтрайдер... Тоже по Нетворцу... Как ТП... Да... Тяжелая ситуация у НИП... 26 минуты встречи... Двукратное преимущество по фрагам у X-Game... На графике смотреть страшно... Потому что X-Game преимущество может 10 тысяч... Даже больше... По экспириенсу 15... Ну и НИПом... Сейчас нужно совершить чудо... Какое-то чудо... Новогоднее... Чтобы переграть в этой игре... X-Game... Ну вот практически БКБ себе ему нафармил... 20 минуты всего лишь у меня осталось до покупки этого артефакта... Артстайл... Хедресс... Клоака... Ринг... Ну то ли Кримсон Гард хочет... То ли Пайп хочет... Где-то и кто потихонечку собирает... Посмотрим в итоге, во что это выльется... Ну... Мантис после матта ставил уже 2600... Вообще по-доброму, конечно, антимагу здесь можно купить БКБ... Чтобы уж вообще не умирать... В каких траках... Пайп убил себя... Эм... Тавр... Вообще тут уже игра в такую стадию перетекает... Что нужно бояться скорее физических атак каких-то от команды X-Game... Нежели прокаста магического... Да, конечно, с ковров мага это больно... Но тут уже антимаг с брюмастером наваливают... Наваливают нехило... Сейчас, возможно, какой-то Кримсон Гард был бы даже пополезнее... Ну ладно... Очень хорошо завартили X-Game... Агрессивные варты проставили... Будут видеть передвижение НИП... Сами отправлять все линии... Отпушивать ту самую нижнюю линию... Башер появляется, видимо, у антимага... Ну... Да, у такого убийцы Мантис пошел... Ну а что, он не умирает... В последние замесы он живет... Тем более, что есть пока Aegis... Можно позволить себе купить артефакт на дэмэдж... А уже потом... Если вдруг что-то станет плохо... Можно покупать БКБ-шки... О, окей, дверь! Дайкер поднимает себе Ривз... Так, на топ перетягивает Снип... Но пытаются опять же... Продолжить начатое... Это пуш... Ватапака не стесняется... Залетает вперед... Тут его вьюлит... И... Как я боятся Снип этого Бремастера... Отходят, отпекают... Потому что страшен Ватапаком... Сейчас его за Саллинг просто так возьми... Не возьмешь и не заберешь... Потому что у него есть БКБ... То есть, Праймал Сприд практически в любом случае... У нас Ватапака завязать сможет... Есть, конечно, Блэкхолл, вы скажете... Но за Блэкхолл еще нужно попытаться... Как-то этого Ватапака слить... Потому что у него... 2100 хп... Какой 10 брони... Не мальчик для битья... Слушай... Жесткий толстый персонаж... Такой Мун пошел умирать у нас... В десятый раз... Вот опять же... Один... Один... Без Вижена... Не знает какой-то противник... Он не видит на мимикарте и... Ой, да ладно... Неужели спасут его? Ёлл... 114 хп осталось... Артстайл теперь не пошел в Рив... Сориться приговорил... И тут просто... Вот то самое чудо... Как раз таки спасло Мун... Каким образом он здесь не отдался... Вообще непонятно... Но должен теперь Мун разозлиться... После такого... После такой агрессерной противника... Купить себе ПКБ и убить всех... Как иначе-то... Ну то что... Грустно видеть Розора... У которого нетвора стоп-4 снизу... Хуже чем у твоего оффлейнера... Твоей же команды... Немножко лучше чем у суппорта противника... Доходит на Влада... Баш срабатывает у Мантиса... Чуть ли не с первого удара... Делает так... Ну и починку будет... Снимать я думаю... Последний внешний тавер... Два окраски снизу остался... Ну а дальше... Прямая дорога на хайграунд... Икру заканчивает... Да... Пускай... Да... Забирай тавер... И вот он заход на хайграунд... У нас есть дабл дэмэдж... И до сих пор еще есть агегис... И как не хочется это агегис снимать... Мне бы выгоднее дождаться... Когда этот агегис пропадет... Уже потом пытаться драться... Арт стайл... Немножко порядок забыл... Наоборот... Сперва атакер... Потом стаж... Ничего страшного... Бывает... Так... Прям... Там у нас аккуратненько пытается разлетает... Со стороны... Попытается кого-то синициировать... Иммун... Разор... Может быть мягкий разор... Или может быть неприятного иммуна слить... Выбирает пока сталкет... Выбор снизу большой... Залетает... Пришел все-таки... Неприятного кормака слить... Вот так... Сантризом... Дох ты... Блэкхол даже... Ой... Блэкхол моментально сбивает Алиссом... Нету пока Бэшку кэпи... Мы видим... Блэкхол ответный от Ривса... Ривс... Ой... Ты что сделал Ривса... Посмотрите... Блэкхол даже качественнее, чем у Никлы... Получился... Монавоид заезжает... Минус Ботрайтер... Но теряет Деспрофит... Огармага... Бремайтер для них развлекает Муна... Забирают Муна... Видим... Деспрофит делает пайпэк... Артстайл щемит Мантис... Бьет... Бьет... Артстайл падает... Фотапака на лоу хп... Крипсворм... Хэппи... Фотапаку забрать... Тычки последние убивают... Фотапаку... А что делать с Мантисом? Мантис... Аегис кончился... Приходит Мун... После байпэка, кстати... Ривст и паут... Не отбивают ему еулом... У Мантиса высосили дэмэдж... Нужно отступать... И Ривс погибает... Отковырялись каким-то непонятным образом... Но смогли Нипы за счет байпэков... Все-таки... Прогнать противника со своей территории... Даже не отдали при этом бараке... В общем, все какие-то еще... Опять же, мизерные шансы не сохраняют... А драка-то в итоге получилась... 3 в 4... Ну, по крайней мере... Плохая драка для ребят из НИП... Хотя тут по экспириенсу... Вроде даже они там... Норм так получили... ДП 4000 экспиренс... Заработал взять замес... По деньгам 437... Но вот не было бы байпэка... Было бы больше денег... Но разор опять же... Минус 764... Смерти байпэк... Все... Денег как не было... Так и не будет... По всей видимости... В принципе и БКБшки... Да... Но при этом... При всем еще и Мантис живых остался... После Паша... 4500 денег... Кем ему доверили... Но скорее после смерти Спакет... Он его подобрал... Можно купить себе... Я описал уже... А он его покупает... Ну да... Ну вот разор против антимага... Трехкратное преимущество антимага... По отношению к разору... По деньгам... Ну по артефактам даже говорить... Не стоит... Вы и так все прекрасно бейте... Вот там закупы... На текущий момент... Обеих команд... Веселый с одной стороны... Грустный с другой... Как и счет на табло... Так... Мантис заходит... Молния угрызается... Чтобы он уйти... Успели 56 дэмэджа высоснуть... У Мантиса... Ну правда иллюзии в это время... Муну чуть... Жизни не лишили... Врывается дальше... Обеих команд... Хэппи грызут... Хэппи БКП... Езайт еще и... Стампит... Чтобы спасти свою энигму... Так... В итоге у нас... Спасаются Нипы... Каким-то чудом... Ну это Мантис просто проверил... Как действует Обеиха... Ну это нормально работает... Баш идет... Вроде все хорошо... Фраг не сделан... Ничего страшного бывает... Практически 300 крипов... Уже убил антимаг... Ну-ка если мы посмотрим... По этому параметру... Деспрофит 166... Практически в два раза меньше... Разорс 21... Почти в три раза меньше... Ну да... Так... Ватафака БКП есть... 3600 у него денег... Кстати... Ничего себе покупать... Пока не хочет... Залетает снова Сталкет... На барраке... Баррак разрушает... Милишный... Пытает на нашу мечтать... Поймал... Но его тут же подломили... Сталкет отправляется в таверну... Разор всасывается в Мантиса... Сбивает себя Саленс... Мантис сразу же Блинкаут... Ривз здесь тоже подставляется... Ривзы большие... Могут быть проблемы... Экзоцизм за ним гонится... Хэппи также делает... Блинк... И смотрите... На фиду у него... Себя фискс ей... Брюмастер пытается драться... Под Праймал Сплитом... Сейчас Праймал Сплит у него... Благополучно закончится... И он скорее здесь тоже погибнет... Снизу... А и Мантис подставился... Мантис... Мантис погиб... Минус три... Брюмастер... Так... Праймал Сплит... Заканчивается через секунду... Ватафака... На чешую базу... И там же его Блэкхол... Отлично... Великолепно... Минус четыре делать... Ребята из них... И... Вот это... Минус четыре... Ценой в один... Барак рейнжевой... Ну... Оно того не стоило... Это точно... Баттлэркап мне не полный... Из одного Брюмастера дали... Полтажа тысяч экспиренса... И тысячу голды... Но мы знаем, что здесь... Иксгейма дали очень много... Да, ну... Нипы... Нипы... Нипы еще держатся... Сейчас им противник напидел... Где-то какие-то может быть шмоточки появятся... Так... Амун не выдержал судя по всему... Такой агрессии стороны противника... И решил самоликвидироваться от игры... Таким вот простым... Легким движением руки... Выпиливается он из доты... Ну... Надеемся, конечно, что он вернется... И продолжит играть... Я бы не возвращался... Тргциде неost 바� parfaitа... Да с《%$%&&!$%&!$%$£...!$%´!" 瓜-бюх! Это одна часть... Так, ну ждем на иммуна Сообщений от его тиммейта пока никаких нет Надеюсь, что какие-то просто перебои с интернетом Что они совсем скоро Эти перебои закончатся и вернется у нас иммун в игру Шанс есть всегда Камбэк из рил Как угодно Ну на самом деле, то есть, многого-то и не надо Иксгейм еще вот так раза два пойдут Все и толпы отдадутся И все, они в игру вернутся Смогут достойно сопротивляться против Иксгейм Всякое же может произойти, правильно? Правильно Дисплоин пищи денег, видимо, иммуна После БКБ, Юл, Питалити, Плейтмейл К следующему замесу, может быть, Шивасгард появится Или Тараска, посмотрим, что он хочет купить себе иммун Хэппи БКБ Ну, мы его видели уже один раз Он его вкастовывал 1400 монет Потом у него мага, деньги появляются То есть, нормально, жизнь налаживается 3100 у артстайла За всю игру столько денег не было А тут копано и 300 Вот купил он себе белт Посмотрим, что с тобой белт захочет нафармить Ну, судя по всему, будет какой-то Хелберт Варить с него Дабы пытаться каким-то образом мешать антимагу бить цепки То есть, как-то к антимагу, в любом случае, контрить надо То есть, то, что он сейчас отдался, это, конечно же, целиком полностью ошибка Мантиса Вообще, если Мантис ошибаться не будет, то как-то его контролить надо Сайленс уже не помогает, ибо есть Манта Стайл Накрывать Блэкхоллом Вот за Блэкхолл пытаться сливать Естинственный вариант Прежнему стоят вопросы, где трансляция в ВП и Рейв Нет, это трансляция и не будет Так что матч останется без кастинга Но результат, если он будет, я вам сообщу Пока игра там вроде только идет Да, ну, тем, кто только что подключился, я еще раз говорю Привет, ребят, вы с вами находимся на трансляции в ВП и Зона Старладдер У нас сегодня 15-й игровой день Запланировано 7 матчей И второй по счету пока только идет Вот, впереди еще 5, как вы понимаете Только-только самое-самое начало вечера Сегодня для вас комментирую я Адекват, вот, ну, расписание вообще И там матчи, голосовалочки и так далее Вы можете найти вот на моем паблике Вк.ком.адекват И анонсы по трансляциям тоже есть в твитере Ну и расписание по всему Старладдеру Конечно же, турнир на таблице, интервьюшки, новости По Старладдеру и прочее, прочее, прочее Есть на нашем официальном сайте Life.Starlata.team По-моему, вы знаете Ну что же, возвращается иммунный Мы готовы продолжать смотреть за этим матчем Спрашивает он встал, готовы ли X-Game Пауза отжимается, значит готовы Так, остановились мы на том, что X-Game у нас пошли Четвером отдались Забрали при этом только один барак рейнджевой Ну и сядут, наверное, пока пукуют Так, ну он стал, кстати, в том, заметить Когда пытался иницировать, его застанили Не успел, скажем, через лассо потом провязывать 4-став, куда-то уйти Поэтому очень-очень в срочном порядке Он хочет нафармить себе на БКБ Шевасгард все-таки выбирает тебе Мун Приятный следующего артефакта Ну и Мун, смотрите, и Мун И филсимметрил Хаммер Нету рецепт на БКБ еще И нужно нафармить рифс ворует плазма фил Более-таки опасно ворует, на самом деле, хэпп Если бы не растерялся, мог прыгнуть и рифс и наказать Так, ватафака пошел в керасу Тоже неплохо Так, есть следующий Рошан Они знают об этом у нас Х-гейм И знают теперь еще и НИП С одной стороны это иллюзия С другой стороны, видимо Идалон Иллюзия победила Идалона Теперь у нее есть контроль над Рошаном Ребята из НИП нет Но они юзают смок Они пытаются сейчас внезапно кого-то напасть и закрыть Ну, вообще в идеальном раскладе, конечно, забрать какого-то антимага Но можно и скай Тоже было бы неплохо Под смоками стоят Иксгейм что чувствует? Пропал противник Пропал из зоны видимости Стоят на месте те и другие Так, и кто же первый у нас Не выдержит и пойдет по атаку Артстайл не выдержит Угвала Залетает Игвал большие проблемы Игвал помирает Вот на факте, видимо, БКБ Праймл остынет Есть там пик пытается уйти Артстайл Ловит он, видимо, писал Отправляется в таверну Там Муна подцепил Сталкет Юл на Юли Его держат на месте Пока он не сделает в информации Хампи входит Блэхолла у него нет Он просто входит Разор погиб Ну, а Мантис дерется Шевасгарта Ты Муна Экзорцизм Мантин пока должен отойти Больно Это под экзорцизм драться Рис погибает Так Мантис Очень больно Под Саленцем Мантис, блин Хотел уже завязать Но это анимация блинка Все испортила И погибает Мантис, знаете, ребята Из Нипы еще один замес выигрывают Это да Это переворот Батл Рекаб Да, сделал Арттайл, конечно же, байбэк Но В любом случае Драка-то выигрывается Немножечко денег заработали Много Икспы заработали При этом бы еще забрать Тавара В идеале вообще лучше забрать Трошана А? Нипы Пойдут ли? Пока нет антимага Самое время Заходит Трошана Так Ну антимага есть байбэк Суть чего он, конечно, может подключиться Правда Ну Тешник доборов не остался В числе Да Длительные дистанции Будется преодолеть антимага После байбэка Чтобы обратно Трошана Но тем не менее Можно Вот так летает Флеймбрэк Подавили Ватафаку Ватафак От нас же БКБ что-то произвел Праймон Сплит Бит еще 5 секунд 5 секунд Нужно просто пробегать То БКБ ему позволит Это сделать Мистик Плеер Стампид пошел Батафака Пока не уезжает Праймон Сплит Может быть зря? Не зря Пока уходит А 4 флеймбэк Хорошая Сталкета Все в разные стороны Разбегают Иква Подставляется под Шивасгард И рассыпается В секунду под станом И все Это только потому Что антимаг Не хочет сделать байбэк Не дерут их с геймом Но сто не дают И Нипом тоже Рошан забрать Так Перцяжечка на Рошана Пошла Здесь Сыра Егес Сталкет снова Готов рваться Есть у него лосой Антимаг уже близок Близок антимаг Он уже идет Нипы это понимают И Нипы в панике Уходят с Рошпита Потому что Мантис страшен Мантис очень очень страшен Но с другой стороны Нипы ведь тоже Блэкхолл не потратили У иммунных Зарцин появится Через 10 секунд Драться можно И можно в этой драке Даже победить Теперь появятся эти и другие Но Иксгейм Вообще Заведомо Прогрешная ситуация Драться в 4 То есть ему нужно Дождаться с ковров мага Еще буквально 10 секунд Пока они подождут Тем более что Нипы Рошана Заходят только-только бить Рошана еще по ЛХП А прежним как не был ДПС Так у него и нету Нип Да То есть Бьют они очень долго Вот заходит Натимаг сталкет Залетает Подлавливает иммуна На хайк раунд Думаю завезет Давай Сдок Мантисом Мантис Хороший подарок Обисал Боет Иммуна сгрызают Иммун до сих пор жив Экзорцизм вызывает АллатР Натимаг пошел Блэкхолл Натхэппи Потому только Манавоид Чуть был меньше жизни Без профита Угармага Но не лишил Глазгептер от плата Погибает тем временем ДП Останивает цар Салфа двоим Дабл Эдж дал Дерется до конца Салфа-фортайфа Пытается уйти Его сжигает Там видимо Угармаг с гейма Игнайт Но Мантис-то грызет Найт грызет всех Делает уже дабл 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 делал также фотофака И Нигму вынужден ретироваться Да Ну Было бы намного круче Все у них Если бы они Начало не провалили Эти драки 5 на 5 Не могли выиграть У них очень хорошая АУЕ Но перекачанный Мантис Недокачанный Разор И вот как результат Мы видим Падает нижний барак Милишный Их с гейм Даже не стали бить Рошана Потому что у них Хорошая возможность Была просто забрать в сторону Они ее сделали Точнее они сделали Это они забрали в сторону И теперь можно уже Доблать Рошана Да Тян Ж Лов Нипом делать камбэк Очень тяжело Заходит Мантис В соло В соло Конечно Рошанчика Будет забирать А если ему достанется Сыр на бутафаке Можно отдать Бутафака Мидас Мы видим Роняет Трифт свой Мидас Можем поднять Выроняет Стики Потаскает Чужой Мидас Ничего страшного Ну и 5100 у Мантиса Ну он бы мог Конечно Купить себе Какой-нибудь артефакт Просто пока слотов Не хватает Да просто пофармить Ну что по мидлейну Надо выиграть еще один Замес Ух ты Что делает Мантис Ух ты Какой жук Жучара просто Мантис Мантис Вот так взял И 3 хп Снял На ровном месте Так А вот куда хэпп пошел Я не знаю Зашел давать Поюзен стампит И Вот А пока тоже КПКБшкой был Немножко пролокал Ничего страшного Драка продолжается Артстайл Дает стат По патаренам Дает стат Не очень-то удачно Слока прорывается Муна цепляет Мун Детится и 13 К красной смерти Мантис Тем временем Зашел замес Кирпичи летает От ладов Кускептор пока живет Муна Мантис приговаривает Гиулит Деспропит Мантис Ох ты мультикасты Какие от ладов Он ловит Очень больно Мантис Нужно убегать У него есть Аегис В принципе может Растать же Мантастайл Все-таки решил Аегис себе Сохранить Не отдается Ну и пока 0-2 Размен Ватафака Стат получил Один стат Только видим Есть у Влада Потому что Не дособрал Себя гони Даже не начинал Ватафака Скушивает цир Сновится Скуха Беспол МП Влад под замедлением Жутким Влад скорее всего Погибнет тоже А ему здесь Пошел драться Без поддержки Своих тиммейтов Манобоид получает И помирает За телекинезис От Родика Минус 4 Очередные Теперь уже Байбэков Ребята из них Нету В живых Только Энигма Которая Как вы знаете Отдевать Соло не сможет И Манта ГГ пишет Да Ну Судя Манта Хорошо отыграла Ты вообще Все команды Хгейм Хорошо отыграла Кудгейм Болтлейт Хгейм За 41 минуту Выигрывалась В этой карточке Неблака игра Агрессивный Опять С одной С другой 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 Ну если же не просто На фиде ленипы Конечно Этим боком Вышла Об